Президент Зеленский поменял главнокомандующего вооруженных сил и вместо генерала Залужного поставил начальника сухопутных войск Украины генерала Сырского. Кстати, Залужному и Буданову сразу после этого президент Зеленский присвоил звание Героев Украины. И сейчас пошла смена дальнейшего военного руководства, потому что и у самого главкома, и у начальника, кстати, Зеленский поменял еще и начальника генерального штаба, и у них сейчас меняется их окружение, то есть главные подчиненные, заместители и так далее. На самом деле это очень серьезные изменения. Многие считают, что это очень опасный шаг, рискованный шаг, потому что получается, что Зеленский меняет коней на переправе, а народная мудрость говорит, что коней на переправе не меняют. Но он все-таки решился на это дело. Понятно, что этим закончится, потому что тот конфликт, который вышел в публичную плоскость, они стали выяснять свои отношения через Международные средства массовой информации, что было совершенно ненормальной ситуацией ни для Зеленского, ни для Залужного. Вот, и все закончилось логически так, как закончилось, и теперь ждем, будет ли от этого польза Украине, и даст ли это какой-то результат положительный в войне против России. Сергей, хотелось, чтобы вы нам рассказали, я вам предложу тему, а вы, пожалуйста, проанализируйте. Была замена, да. Выбор был, как я понимаю, опять-таки невелик. Понятно, что Залужного должны были снять, исходя из того конфликта, который вы уже описали, и эта тема постоянно муссировалась в информационном пространстве, в том числе в украинском, конечно, в первую очередь в украинском. Но, тем не менее, тем не менее, понятно, что давайте, скажем так, немножко я расскажу свою мысль. Сырский все-таки старше Залужного на 8 лет. Сырский – это более советский человек, да, ну, в ментальном плане, чем Залужный. И куда более советский человек в ментальном плане, чем Буданов. Выбор был плюс-минус, там обсуждали кандидатуры Буданова, обсуждали Сырского, еще несколько человек. Но основными, как я понимаю, которые мелькали в информационном пространстве, это были все-таки Сырский и Буданов. Буданов – это все-таки более молодое поколение. Это, по-моему, тоже лет на 7-8 младше Залужного. А Сырский – лет на 8, не лет на 8, а именно на 8 лет старше Залужного. Сырский – это все-таки человек, который был сформирован в советское время. И человек, который закончил Московское командное училище, который сам родом из России, Владимирская область, если мне память не изменяет. У него там родственники остались. Мама, брат, да, там родственники. Мы сейчас ни в коем случае на эту тему не пытаемся, скажем так, что-то к этому приплестить, тем не менее. Нет, но эта тема обсуждается. Вы знаете, здесь мы будем делать вид, что этого нет. Я хочу просто понять, по вашему мнению, почему Зеленский сделал выбор, мы сейчас даже не обсуждаем саму отставку Залужного, а уже говорим о том, что к этому все шло. Почему Сырский, а не Буданов? Во-первых, Буданов никогда не командовал войсками. То есть, грубо говоря, он крутой мужик, но он вырос в разведке, в военной разведке. Он всегда занимался военной разведкой, а военная разведка – это совсем не руководство войсками. И когда вы ведете глобальную войну, то военачальник, который никогда не командовал ни дивизией, ни корпусом, ни армией, ни округом, не был штабистом каким-то военным, ему довольно тяжело, на самом деле, въехать во всю эту военную специфику. И Буданов в этом смысле был к этому совершенно не готов, с моей точки зрения. Он может быть гениальным военным, он может быть гениальным человеком на поле специальных операций, но война – это совсем другая вещь, с одной стороны. И с другой стороны, советское прошлое Сырского – это не недостаток, а это плюс, потому что он понимает, кто находится по ту сторону границы, как эти люди мыслят, потому что он с ними учился в одних и тех же учебных заведениях, он с ними обсуждал все то, что они обсуждали, и в этом смысле он может быть более эффективный в этой войне с этими людьми. Вот мое мнение. Скажите… Вы с ним не согласны? Подождите, вы свое скажите сначала. Нет, Сергей, я не могу быть согласным или не согласным, я не в теме. Если бы я был глубоко в теме, я бы высказал свое мнение. Я просто во время этих событий, я посмотрел биографии этих людей, посмотрел, и мне стало интересно ваше мнение, почему так, почему он выбрал более старшее поколение, ну это реально старшее поколение, они там даже, если сравнивать Буданова и Сырского, ну это вообще два разных поколения. Ну, я думаю, что все-таки здесь не Воза сыграл, а именно тот армейский опыт, который был у Сырского. То есть Сырский прошел через управление войсками и через командование войсками. И главком не может этого не знать, а Буданов этого не знает. Ну, у Сырского были и плюсы, и минусы, была и Харьковская операция. Так они, они все бы, а у всех есть и плюсы, и минусы, это всегда так. Да, но был и Бахмут, в котором оценки по возможности удержания и по тому, стоило ли удерживать, расходятся. Ну, опять-таки, это все дебри, не будем туда вникать. Мне просто было интересно, почему так, почему Зеленский, он ближе по возрасту к Буданову все-таки, он младше, ну, плюс-минус, как раз он где-то около возраста Буданова, может, даже они одногодки. Почему вот Зеленский выбирает человека, который там гораздо старше его, да, и, ну, возможно, считает, что он более мудрый, более... Опыт, 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 да, будет более рассудительный. Опыт, мудрость, умение управлять войсками. И, вы знаете, еще, вот есть какая штука, еще и психология, да, потому что Буданов человек яркий, но Буданов человек молодой, и у него та же самая проблема, что и у Зеленского. Ему завидуют. И его могут очень сильно не принимать консервативные военные войска. А это очень важно, чтобы главкома принимали командиры, начальники дивизии, командиры дивизии, командиры армии, командиры там полков, батальонов и так далее. И вот в этом смысле Сырский больше подходит под роль главкома, чем Буданов. Что должно измениться, Сергей, по мнению украинского руководства после смены военного руководства? Ой, ну это, если бы мы говорили про Путина, то я бы сказал, это вопрос к психиатрам. Ну а здесь, нет, на самом деле тут, конечно, вопрос очень серьезный, потому что Украина очень серьезное положение сейчас, потому что ей не хватает просто вооружения. США не хотят ей выделять деньги, и блокировка Трампа принципиальной стала. Вот, и в этой ситуации им просто, им надо выживать теперь, просто выживать. То есть нам нужно просто переходить в глубокую оборону стратегическую и использовать то малое оружие, но эффективное западное, которое есть, для того, чтобы изматывать этого противника максимально, то, как это происходит сейчас, но сейчас уже с большим трудом, потому что просто не хватает снарядов и патронов. И украинское руководство считает, что Сырский будет более в этом эффективен. Да, мне кажется, что поэтому, кстати, и считает, потому что, видите, судя по всему, заложный, может быть, даже немножко разочаровался, а человек, который разочарован, его опасно держать во главе армии, во главе всего войска, потому что у него все-таки должно быть понимание, что даже с тем оружием, которое есть, можно вести оборону. А он ведь высказывал такую революционную почти мысль, что нам нужно найти какую-то прорывную новую штуку, и без этой прорывной новой штуки мы проиграем. То есть я думаю, что он стал сомневаться в том, что Украина может вообще выдержать в этой войне. Субтитры создавал DimaTorzok